Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме, и сегодня у нас выпуск номер два из рубрики Фудкот в мешке, вот такое вот название, мы придумали рубрики, где мы тестируем что-то неизвестное. В первом выпуске, вот здесь ссылочка на него появится, Ромка закупил всяких непонятных консерв, и там тестировали, было довольно интересно. Сегодня у нас на обзоре неизвестные пельмени, сплошняком все виды пельменей, которые мы смогли здесь достать. И вот, соответственно, по пельмешкам пройдемся, благо мне их здесь чертовски не хватает. Накрутить самому можно, и у меня уже мясорубка заказана, скоро приедет, я надеюсь, скоро приедет. Ну а пока потестим то, что здесь можно в гиперах и в супермаркетах добыть. Закуп у нас произошел довольно представительный, у нас семь видов пельменей, на самом деле даже больше, просто мы решили попробовать вот этот вид, например, исключительно сифудный, вот здесь сифудный, есть еще такой же мясной. Я не думаю, что огромная разница будет, у нас другого вида пельменей как раз-таки есть и сифудные, и мясные, а остальные вообще, не пойми с чем, неизвестно. В среднем цена на них колеблется от 60 тысяч донгов за вот такую большую пачку, и вот здесь снизу еще большая, до 32, самые дешевые, это вот как раз вот такие пельмешки. Соответственно, просто от 30 до 60, и все, выше цены за пельмешки нет. Ну или мы, по крайней мере, еще не нашли, потому что это мы в микро таком маркете затаривались, знаете, по типа пятерочке, а вот до лотика, сейчас фонтиет опять закрыт, еще до него не добраться, там выбор будет попредставительнее. Ну а ничего, у нас еще и выпуски впереди есть. Давайте подсмотрим, что тут есть, они будут сверху, когда сейчас под съемочки пойдут, написано, что с чем. Разложим. Естественно, варить все вместе мы не будем, их вообще не варят, их готовят, кстати, исключительно на пару. У нас есть замечательная хот-потошная такая штука, где еще и на пару можно готовить. Поэтому, наверное, три вида и четыре вида так приготовим, напидаем туда по несколько пельмешек. Для начала сифуд нужно сравнивать с сифудом, поэтому здесь вот чуть-чуть разные виды сифудов, вот их сейчас приготовим. Шитаки со свининой, да? Да, со свининой, наверное, тоже сейчас, тоже необычная штука. И тогда вот, наверное, свинину тоже. Да, давайте вот четыре, а вот эти вот необычные вкусы, хотя и курица-то считается обычной, ну просто это здоровые пельмешки, их в следующий раз. Следующий, как сказать, следующий дубль, следующий что? Следующий заход, да, вот, Ромка, спасибо тебе огромное. Это пока отправим в морозилочку обратно. Наливаем в хот-потошную просто горячей воды, чтобы у нас испарялось и все варилось на пару. Поверхность, естественно, смажем маслом. Можно обычным растительным, то есть на какую-нибудь салфетку нанес и размазал. Я хочу сделать это сливочным. Ну, во-первых, вкуснее, а во-вторых, здесь сливочное замечательно продается. Наши ребята возят, приезжают изо всех стран. В данном случае вот это бельгийское отличное сливочное масло, 82,5%. Соответственно, вот таким кусочком сейчас смажем поверхность. У меня в морозилочке хранится, само собой. Так, сифуд, одна пельмешка, сифуд, другая пельмешка. Теперь вот этот сифуд. И теперь вот эти вот необычные такие штучки, мясные шарики с шиитаки. Слушай, как цивильно-то, а? Ты подумай. Ну, они маленькие, этих можно накидать. Ну, вот именно, что мясной шарик такой, знаешь, завернутый, короче. Давай я их 4 штуки сделаю. О, подожди, здесь для них соус. Единственная пачка, в которой был соус. Это вот это. Я смотрю, там что-то тяжеленькое. Ну, тогда соусом попробуем. Хорошо. Закрываем. И как практически на каждой упаковке написано, 5 минут. 5 put. Соответственно, ждем. Прошло уже порядка 7 даже минут, но я открываю и вижу, что тесто-то еще, честно говоря, сырое. Почему так написано странно? Нужно будет поконкретнее почитать. Но мы сейчас на глаз прикинем. Ну, я думаю, 10-12 минут точно уже хватит, будет готово. Потому что сейчас еще сверху даже, знаете, как будто в муке тесто еще местами остается. Короче, подождем до визуальной готовности, как нам покажется, и тогда будем пробовать. Я уже было собрался пробовать, а он говорит, давай еще пару минут подождем. В итоге прошло вот сейчас на данный конкретный момент 15 минут. То есть про 5 минут они, очевидно, наврали. Ну, не может быть готово. Либо у нас что-то не так с, как это, с пароваркой. Короче, сейчас переключимся на минималочку, чтобы остальные у нас продолжали еще все-таки греться. И начнем с первых сифудных, которые первые выкладывались. Так, одна пельмешка мне. Одна пельмешка Ромке. Слушай, ну они довольно липкие такие, держи. Пускай греются теперь уже на минималочке. Слушай, это вкусненько. Напоминает крабовую палочку с дополнительными вкусами. Да, вот представляешь, вот эти вичи палочки. Это совсем не похоже на наши пельмени. Это вот действительно крабовая палочка, рассыпчатая, с дополнительными вкусами. Ну, впрочем, сифуд все-таки, да, понятное дело. То есть и там, и там типа креветки, рыбка, вот это вот все. Это неплохо, и это можно много съесть. Серьезно, вот таких пельмешек десятка-полтора можно легко заточить. Често жестенькое, прикольное. Я думаю, мы даже зря, наверное, с тобой боялись раньше. Но они не переготовлены, с ними все в порядке. Да. Так, давай второй сифуд пробовать от другого производителя. Будет ли он чем-то отличаться? Эти по десятибальной шкале, я бы больше хотел видеть более крупные куски, например, креветки или рыбы. Здесь как бы фарш, встречаются овощи. По десятибальной шкале я бы так на 6, ну, максимум 6,5 бы оценил. Вот эти вот пельмешки, которые вот у нас самые первые были выложены. Давайте вторые попробуем. Совсем другой вкус. А эти уже ближе как раз именно к пельменям. Здесь овощей больше. И текстура мяса покрупнее. Но здесь вот нет того крабнопалочного вкуса. Здесь прям действительно что-то такое. Да, вот здесь жуешь, здесь уже кусочки мяса. Ровно то, что я упоминал, в предыдущем не хватало. Здесь вот да. Твое мнение? Ну, здесь да, и фарш совсем другой, и по вкусу они мне намного больше понравились. Потому что они ближе уже к тому, что ожидаешь от пельменей. И майонеза, конечно, не хватает. Смазик. Слушай, ладно, мы специально мазик никакой пробовать не будем. У нас есть вот для одних пельмешек, может быть, это просто соевый, может, какой-то замес есть. Раз приложено, нужно попробовать. К другим ничего приложено не было, соответственно, другие просто так и пробуем. Да, вторые я бы оценил уже так ровно на семь с половиной. Во-первых, это пельмеха, там уже и мясо побольше, и фракция покрупнее, есть что пожевать. И овощички чувствуются, и нет вот того самого, ну вот, вот крабовые палочки. Ну, покупаешь пельмени, а ешь как будто бы действительно крабовые палочки с небольшим вкраплением, значит, овощичек. Вот второй вариант намного вкуснее. Так, что, теперь давай к свининке. В долгий ящик не будем откладывать. Лука-то сколько, ё-моё! Вот свиньи я практически не чувствую. Фракция очень мелкая, но овощей от души, вот посмотрите, действительно. Вот такое наполнение, куча лука зелёного, ну и плюс ещё чёрный перец, вон видно вкрапления всяких. То есть, с овощами действительно не пожалели. А вот со свиньей такое впечатление, что чуть-чуть они разошлись. Такие, эээ, ладно, свиньи чуть-чуть добавим. Хотя написано, на упаковке было, я видел, больше равно 50%. Вот это, казалось бы, свиные пельмени, то есть полноценные должны быть пельмехи. Да, вот в нашем представлении пельмени совершенно не дотягивают. Это, ну, мяса как такового нет здесь. Но это вкусненько. Ммм, чеснока много. Чеснок, лук и такая кашица. Хотя, в принципе, гамма неплохая. Вот вы знаете, такое впечатление, что лучше всего, вот уже какой-то небольшой вердиктик у меня такой созрел, разнообразить пельмешки. Вот одним вкусом, будь тот сифудный, или сифудный другой, который вкусный. Или вот третий вот этот свиной, приестся он. Любой из них приестся буквально на пятые пельмешки, вы уже такие, ааа, что-то одно и то же. В отличие, между прочим, от наших. Тех можно съесть до килограмма. Да, как говорил этот самый генерал, да? Да, я сказал, что шесть с половиной вот этим свиным я ставлю. Ровно так же, как первым креветочным. А я бы, кстати, им больше поставил, им больше понравились. Вот эти свиные ты бы побольше, да, поставил? Да, здесь вообще, ну, для местных магазинов пельмени вполне хороший уровень. И вот среди вот этих трех, которые попробовали, это пока для меня на первом месте. Вот свинья, вот для меня пока второй креветочный, ну, не креветочный, сифудный. Второй сифудный пока у меня в фаворитах. Ну, давай вот эти сшиитаки. Здесь попробуем по две. Первую без соуса, а вторую зальем соусом. Вот не знаю, они практически одинаковые. Практически одинаковые, вот это жуется за счет плотненького такого мясного шарика, вот это жуется вкуснее. А так, по вкусу, вот реально неотличимые. Сейчас с соусом попробуем. Ром, твое мнение быстренько, пока я соус открываю. По вкусу похоже, только здесь лука намного меньше. И фарш, он как будто в блендере сделан, этот шарик. Ну, шарик, да. Я не особо люблю в пельменях. Пельмени как раз-таки лучше такой, ну, фарш, который порубили, что ли, типа того, а не в блендере перемолвают. Ну, ты знаешь, вот, кстати, надо сказать, наши пельмени, знаете, там всякие Цезарь и прочее, там вот именно мясные шарики. Просто вот размолотое в блендере мясо, никаких вот этих крупинок мяса, ничего вот этого нету. Там исключительно мясные шарики. То есть вот наши, по консистенции наши пельмени, вот на это похоже. Ну, давай я так залью. Ромка, держи тоже. Я думаю, что это простой соевый. Ну, сейчас узнаем. Хорошенечко так извалять. Да, это соевый. Слушай, ну, вкус совсем другой. Вот хорошо, мы действительно вторую пельмешку с соусом только пробуем. Это обычный соевый, довольно мощный копченый вкус имеющий, который здесь... Ромка даже выпил соевый за кадром. Мне показалось, что это как будто он с уксусом. Да чёрт его! Очень кислый. Да нет, я бы не сказал. По-моему, это просто обычный соевый. Ничего такого. Это, кстати, шикарная идея, когда пельмешки, пачка продаётся с каким-то соусом внутри. Я что-то вот среди наших обычных, обычных, я подчёркиваю, пельменей, я что-то такого не замечал. Чтобы действительно тебе пачка пельменей, ты её открыл, а там, допустим, ну, у нас там 850 грамм, 900 грамм вместо килограмма сейчас продаётся. И там бы вот несколько таких пакетиков лежало. Человек же килограмм не в один присест, съест, правильно? Ну, вот это было бы здорово. Я бы, честно говоря, перемежал, вот поедая эти пельмешки мелкие, перемежал бы одну без, или, допустим, с мазиком, а другую вот с этим соевым. Было бы отлично. Слушай, ну, короче, значит, 6,5, 7,5, 6,5, 6,5. Вот у меня вот так вот. Это по поводу вот этих. У меня примерно так же, только я поменяю креветочные на те, что со свининой были первые. Они для меня на первом месте. А остальное... Ну, то есть, свинья у тебя повыше, чем сифуд? Да, да, да. Свинья повыше, чем сифуд. Ну, хорошо, хорошо. Здесь, как говорится, о вкусах нет. Но выше семёрки ты с половиной не поставишь? Ну, нет, конечно. Они же до настоящих пельменей не дотягивают. Настоящих пельменей. Кто бы знал, как готовить-то настоящие-то пельмени. Тут же, если сказать, мы сегодня готовим настоящие пельмени, там такое в комментариях начнется. Ты чего? Это как, знаешь, настоящие манты или настоящие ползы, блузы. Это ж капец. Но, кстати, да. Я в Бурятии, когда ездил, пробовал настоящие блузы, которые продаются в придорожные кафешки. Шикарно, совершенно. Это баранина, там, ой-ё, вкуснятина. Когда так откусываешь, сок выпиваешь, ой-ё, это такие воспоминания. Вот Ромка говорит, ты хлебни вот этого соуса, и ты помешиваешь, что это не чисто соевый. Да, ты прав. Здесь, очевидно, кислота есть, и, похоже, это уксус. То есть, это соевый с каким-то столовым уксусом. Я-то пельмешку просто макнул, и этого было вполне достаточно. Там просто соево. Соево вкусно. Да, с уксусом развели, соевый. Ну, кстати, неплохо. Это, очевидно, пельмень нужно прям вот вылить всю вот эту штуку и в неё макать. То есть, они не предполагают поливать. Они, видимо, имеют в виду, ты так в плошку вылил, взял пельмешку, вот так вот хорошенько так извалял в этом, и тогда съедаешь. Да, неплохо, неплохо. То есть, это именно соус, а не просто налить тебе соевую и готово. Что-то сделали. Молодцы. Ну вот, если с курицей, то они выглядят практически ровно так же, как мы предыдущие пробовали с сифудом. Потом вот эти вот длинные, значит, со свининой. То вот эти выглядят ровно так же. Я вижу, что здесь тоже есть соус. Что не может не радовать, это классная идея. Это действительно мне очень нравится. С них, как говорится, и начнём. И смотри, как они, главное, ещё сделаны, всё-таки каждая в своей такой отдельной упаковочке. Слушай, ну вот это интересный, всё-таки, вид такой, знаешь, подачи, как бы. Смотри, с курицей я... Что это у него торчит здесь? Перья, что ли? Это гребень. То есть, вот это петух ты намекаешь на то, что это петух. Давай вот его я и попробую. Давай выкладывать по одной штучке тоже, да? Или ты побольше хочешь? Не, давай по одной. По одной, хорошо. Масла у нас здесь вполне достаточно ещё. Вот так раз. Вот так два. Это у нас с курицей. Ага, здесь вот, кстати, есть эта штучка. Ну-ка, получится? О! Вот это, я понимаю, сервис, когда вот так вот всё открывается. Ух ты, какие! Смотри, два ряда таких вот микропельмешек. Слушай, прикольно. Формочки для льда, походу, после них получатся отличные. Слушай, ну эти помельче. Давай, может, их побольше положим. Ну, чтобы распробовать. А то с одной, с такой маленькой и не поймёшь. Давай так, накидаем. Здесь, похоже, нету верха-низа. Просто вот так. Здесь открывашек я не вижу, но я вижу, что они похожи примерно, как и предыдущие. То есть, такие же гёдза. Я, честно говоря, не люблю, знаете, разбираться, какие из них там гёдза, какие из них дамплинг, то есть пельмени. Короче, это всё пельмешки. Какие-то из них там на пару варятся, какие-то исключительно на пару, да, другие в воде. Честно говоря, вообще без разницы. Давайте эти тоже выложим. Креветки джумба. А, слушай, с курицей-то у нас, кстати, два. Ну, хотя они большие. Я к тому, что у нас с соусом же, вот тогда по половинке. Или положим ещё по одной. Давай ещё по одной. Давай с курицей по одной, чтобы у нас соус-то есть. Всё-таки надо уже узнать, что это за соус. Поэтому давай курятных ещё добавим. Так, раз. И вот так два. Подвиньтесь. Ровно так же 15 минут прошло. Всё, теперь на минималку. Пускай поддерживается температура. И что, начнём с курочки, да? Слушай, а вот, кстати, здесь совсем другое тесто. Оно даже чуть-чуть такое уже подразмягчилось прям. О, ты посмотри, как эти-то другие выглядят. Ё-моё, а вот эти мы, походу, передержали. Ты посмотри вот на эти. Это совсем другое тесто. Видишь, да? И оно прям такое. Ну, не прижарилось, конечно, на пару-то прижариться не может. Но оно прям расплывчато. Это рисовое, да, тесто такое. Ну, давай пробовать. Всё, тогда я оставлю даже открытым, чтобы они дальше-то уже не разваливались. Вот эти, кстати, ничего такие. Поплотнее выглядят, да? Я уже съел этот гребешок. Это просто кусочек теста. Это, видимо, там, где оно залепливалось, чуть-чуть автомат вытянул. Слушай, пахнет-то приятно эта курочка. На уровне со свининой, мне просто больше сама курочка нравится. Но вот опять же, нет чего пожевать. Тесто пожевать, а остальное всё как вот такой однородный фарш. Вкусный, да? Тоже где-то между 6,5 и 7, нет, больше семёрки не дам. Вот всё-таки на 7,5 тот сифудик, где было действительно по консистенции что-то пожевать, там приятнее. Ничего необычного, но чувствуется, что это именно с курицей. Ну да. Курицу она ощущается. Неплохо. Не забито какими-то овощами, знаешь, вот этого вот ничего не сделано, слава богу. И, соответственно, раз у нас был как раз-таки соус для вот этой курочки, как думаешь, то же самое, нет? Похоже. Пометуя о прошлом использовании соуса, эту я изваляю прям конкретно так. Тот же самый соус. Да, нужно одну пельмешку без, другую с соусом. Тогда прям вкусненько. Он, видимо, какой-то стандартный у них. С чем вкуснее... И то, и то неплохо. Соус более такой насыщенный, мощный вкус. Прям много пельмешек с ним не съешь, поэтому действительно хорошо бы чередовать. Так, соус выливаю, потому что эти у нас, соус к ним не шёл. Эти так надо пробовать. Теперь попробуем джумба-креветочки. Отцепляйся. Вот с ними, да. Ну вот две отцепились нормально, Ромка, давай-ка я тебе попытаюсь. Или сам отковыряешь? Потому что вот эти, по-моему, не прижарились, а как это сказать? Приварились. Приварились, да. У них там днище-то... А, нет, так маломальски, чуть-чуть осталось. О, а здесь днище полностью оторвало. Ну, ничего страшного, ладно. Вот это прозрачное рисовое тесто, я его как-то доводилось, уже пробовал. Оно, знаете, такое, как жвачечка небольшая. Не исключено, поэтому они такие и прижарились, приварились. Это вообще ни на что не похоже. По тесту. Но это именно креветка. Ну, такое впечатление, что тесто все портит. Вот сделайте вот эту начинку, но с другим тестом. Вот то ли я не особо такой понимающий в этом тесте. Прям полноценная маленькая креветочка такая попадается. Ну, короче, это вот, наверное, те самые димсамы, да, они так называются. А я не знаю. Я вот надеялся, что фарш в бургере из... Из креветки. Из креветки будет там полноценная креветка. Здесь так и есть. Вот это круто. Ну, да, вот это мне тоже попало. В каждой пельмешке была такая небольшая малюсенькая креветочка, которая прям чувствуется. Это здорово. Насчет вот этого теста. Вот прям очень большие у меня сомнения. Ну, на мой вкус, естественно, на твой. Ну, то тесто, оно, конечно, получше. Тоже здесь оно полностью все как-то заполняет, во рту обволакивает. И не теряешь основной вкус именно самого фарша. Оно немного мешает, так сказать. Соглашусь. Поэтому за креветку прям отдельный такой плюсец, а за тесто такой же конкретный минусец. То есть, грубо говоря, это шестерка. Вот дай другое, значит, это самое. Другое тесто этой пельмехи и была бы уже почти восьмерка. Вот, вот как-то так. Давай этих малышей подгрызем. Здесь у нас по четыре штучки получается, да? Вот, иди сюда, пельмешка. Вот так. Меня опять немножко настораживает вот это тесто. Ну, здесь смесь сумасшедшая. Ты же помнишь, здесь свинина, рыба, креветка. Я такого еще не встречал в фарше. Что же, финальный на сегодня вкус. Вот ты знаешь, перед тем, как даже пробовать вот эту креветочку, хочется к свинину, креветку, рыбу. Хочется сказать, что вот в том, Ромка был прав, вот это тесто забивает практически вот весь вкус той креветки. А, соответственно, здесь тесто намного больше, нежели начинки. Поэтому есть некоторые опасения. Ну, ничего. То, что со свининой чувствуется. Овощи, морковка. Прям добротно так овощи. Прям свинья и морковка. Это вот у меня сейчас. Прям так действительно. Я бы это назвал больше овощными пельмешками, нежели мясными. Ну, пожалуй, на мой взгляд, вот здесь тесто не так, как говорится, не хочется говорить слово ужасно, но не так не в тему, как в предыдущих. Здесь получше вот это тесто. Оно, во-первых, поплотнее. Видимо, потому и не пригорело, там не прижарилось, не приварилось. Но это овощные пельмешки. Чуть-чуть свиньи, а потом исключительно овощи. Да, неплохо нарезано, все здорово. То есть они как бы похрустеть, вот эта морковочка, там, я не знаю, лучок, вот это вот все. Но это исключительно, можно сказать, овощные пельмешки. Наверное, на мой взгляд, вот это самые лузеры за сегодня. Потому что вроде как и тесто не особо. Намного лучше было бы это с тестом, которое, значит, вот обычное, из ржаной муки. А здесь оно рисовое. И по фаршу тоже хромает. И здесь сплошные овощи. Вот у меня после вкуса до сих пор морковки стоят во рту. Рома? Да, собственно, примерно то же самое. Я, кстати, вот первую съел с тестом, мне показалось, ну, вроде тесто чуть получше. А вторую я просто фарш изнутри выковырил, тесто оставил и понял, что фарш-то, в принципе, неплохой, а тесто действительно оно все забивает. То есть все-таки вот это тесто, оно здесь не в тему. Было бы тесто из предыдущих пельменей, было бы намного лучше. Слушай, ну вот последним тогда пельмешкам ставим твердую пятерку. Они не дотягивают, пожалуй, ни до одного предыдущего вида. Что же я хочу сказать на первом обзоре второй серии «Фудкод в мешке». А то, что нормальных пельменей, которые бы меня здесь прям повергли бы в культурный, приятный, кулинарный и вкусовой шок, таких пельмешек пока не нашлось. Но надо отметить, что мы это исключительно сейчас брали в мини-маркете. То есть то, что, знаете, как вот в 7-11, когда вы там в Тай приехали, вот это вот то, что набрать вечерком, значит, себе быстренько сварить даже в номере можно. К сожалению, ничего вот прям такого супер вкусного пока не нашлось. То есть максимум, что там 7,5, значит, это я поставил действительно вкусным, с крупными кусочками креветок, морепродуктовым пельмехом. То есть это да. А все остальные вот что-то куда-то не то их куда-то уносят. То либо фарш какой-то не особо, то или еще чего-то. Что мне понравилось? Совершенно отличная, замечательная идея. Это класть какой-либо соус в пакетик с пельмешками. Пишите свои любимые соусы к пельмехам, потому что я уверен, наберется невероятное количество разнообразия этих соусов. Потому что я всегда ел с мазиком. Серьезно. Со сметаной даже не так люблю. Хотя, вот знаете, сметанки туда тоненько-тоненько покрошить чесночка, чуть-чуть, чтобы настоялось. Можно еще и укропчика, чтобы такой вот прям получился соус. И тоже с пельмешками. Это вообще кайф. Но это, видите, можно производителю уже сразу такой пакетик тебе туда засунуть в пельмехи. Почему бы нет? Я думаю, что пельмени, да и прочие всякие здесь спринг-роллы еще есть, будем продолжать обозревать. Поэтому это далеко не последний фуд-код в мешке. Нравится рубрика, ставьте пальцы вверх, голосуйте, как говорится, потому что все контент придумывается исключительно ради вас. Надеюсь, все покушали под этот видос с аппетитом. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. А, кстати, ты помнишь самые лучшие пельмени, которые мы пробовали в Вьетнаме? Нет, потому что их не было. Это был самый первый обзор, вечерний стрит-фуд, и там был маленький закуточек возле магазина, там еще музыка орала. И такие маленькие-маленькие пельмешки, и ты такой еще нифига себе. А, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну так это, прости, ресторан, а не покупная тема. Там люди сами навертели, ну так да. Я не удивлен, когда сам навертел, само собой, конечно. То есть, да, захаживать в рейстике. Ты не помнишь, как назывался? Короче, мы вспомним, вот здесь появится этот обзор. Да, собственно, в рейстике я не удивлен, что будет вкусно. То есть, люди-то готовить умеют. Другой вопрос, что производители здесь что-то не то мутят. Пять, шесть с половиной. Ну хорошо, семь с половиной. Где десяточка? Будем искать. Так, ну тут я долго буду остужать. Подожди еще. Чтобы вкуснуть нормально, красиво, нужно некоторое время подождать. Где еще? Подождите, пьюфра. Продолжение следует... Продолжение следует...